что касается инструментария буквально пару слов вообще про вариативность сегодняшнего инструментария да все прекрасно знаете что это такое сейчас у нас есть ну мы пока не будем плакать что это стоит как самолет мы все понимаем вот но это кайф конечно когда у нас есть там движок и мы можем получить буквально да там любую любую жирность шрифта то есть по сути дела отрицается вообще уже понятие начертания как оно было принято более того вы понимаете что там есть как бы огромное количество осей и теперь характер шрифта может меняться буквально до неузнаваемости по этим самым осям могут отрастать засечки какая-то декорация причем то могут такие могут секи вообще не проблема да то есть мы на самом деле отрицаем понятие гарнитуры тем самым ничего плохого в этом нет кстати сказать но поразительно что на выходе мы как бы подразумеваем получить все шрифты в одном файле ну то есть если у меня неограниченное количество до возможности направлений и осей то почему нет то есть можно больше 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 и больше туда так скажем грузить да вот те золотые времена на заре цифровых шрифтов когда было всего четыре начертания да это в общем не только цифровых даже четыре это много вот эти болды например а вот чихольт говорил дают а я вообще не понимаю зачем им это начертание болт что они с ним делают как бы вот шутил конечно вот но он сам действительно обходился свои задачи он решал двумя вот но тем не менее существовавшие да как бы начертания они служили ну некоторые гарантии да понятно да вариативные шрифты сейчас тоже эти инстанции вставляются я сейчас конечно максимально утрирую ситуацию и тем не менее но как бы это сейчас наверное да как бы могло выглядеть если бы мы перенесли это в графику а почему только шрифты почему только типографика давайте наши картинки тоже будут вариативными мы будем давать людям файл и к нему движок с какими-нибудь осями а это у вас предположим кто мужик или баба ой слушай знаешь вот те движочек и и пожалуйста и пожалуйста вот чё хочешь можешь получить в любых долях 256 вариантов да без обид ну не знаю пришли мы в музей а это картину вас скажите она предположим какого цвета ой да любого вообще не проблема да вот пожалуйста тебе тут рычажки и подбирай чё хочешь и с одной стороны слушайте это классно на самом деле это действительно здорово тут надо конечно а помните об одной вещи что вот такого рода а свобода пользовательских настроек она ведь не совсем оправдалась ну как сказать в массовом ну как сказать масштабе помните когда появились там первые все эти электронные книги да вот это большое количество возможностей там выбрать себе буковки которыми это будет написано выбрать там цвет бумаги того сего выяснилось что люди этим не пользуются на самом деле так on mass в основном не пользуют ну не любят они вот в это все влезать и прежде чем начать я еще что тут должен выбирать да ну его шуту то есть целом она как сказать не я боюсь как бы дизайнеры вот тоже по подумали посовещались и не пошли бы по этому пути но надеюсь все таки нет тут история какая конечно такой неограниченный выбор прекрасен но надо понимать ну это без обид 20 процентов вот здесь в аудитории остальные и в онлайне это я про других говорю но это реальный факт правда и им а трудно ну а вот они то выбирают исходя из каких критериев из 256 так скажем да вариантов как раз те самые а начертания ну так скажем фиксированные классический шрифтов они являлись своего рода гарантии так скажем да славолит не или того или иного художника что вот у меня есть когда проверенные там таблетки это от головы это от живота поможет и как правда если в 99 процентах очень помогает тут мы себе сами должны эти порошки конечно смешать и как бы не ошибиться ну условно говоря вот тут всего сто девяносто восемь это буква о ведь это же кайф это жестоко возможностей при том что вот как с ними быть когда но вот мы физически не можем увидеть разницу между соседними что там говорить мы даже между этими физической разницы не можем увидеть ну правда ну там между самыми крайними еще плюс-минус можно поспорить вот поэтому а что получается а значит получается и не важно то есть можно как-то ну вот примерно в эту область ткнуть и попадет а зачем они нужны в данном случае в данном наверное нет хотя да вот это вот некоторые необязательность она как раз явно намекает на на применение исходя из своих таких бытовых пользовательских вещей я бы приветствовал и приветствую да эксперименты направлены в другом направлении да а некоторая насильственная вариативность есть определенные области где она так скажем очевидно ну предположим апертура буквы да понятно что с уменьшением размера читаемость пропадает там уже в конце то ли с то ли о непонятно ну логично было бы действительно с уменьшением размера автоматически раскрывать апертуру букв чтобы они становились читаемыми и я сталкивался с таким проблемами и многие мои коллеги сталкивались с этим потом я начинаю думать о как интересно если уменьшая я открываю то наверное увеличивая я буду закрывать и таким образом я получу да как бы характер и читаемость сбалансированной в зависимости от физического размера ведь физический размер это то что мы полностью сейчас утеряли уйдя в электронное проектирование без бумажную работу мы как-то думаем что он не так уж и важен собственно говоря а ведь на самом деле все дизайнеры любят крупные буквы и крупные цифры супер кегли и все такое прочее да это здорово но что происходит когда мы увеличиваем вот этот да там шрифт бадони который был разработан как очень-очень контрастный как очень-очень острый да превращается в тупую и жирную сосиску там для меня было бы логичным при изменении размера там да для шрифта автоматическое изменение контрастности его это очень грубо понятно что для примера ну вот сравните на две вещи в одном размере но это совершенно разные характеры и а я вам хочу сказать что бадони он вот об этом характере мечтал он вот эту букву рисовал если бы он увидел такую он бы утопился просто он не мог ее увидеть тогда ну в силу каких-то таких реальных причин он все же он и и и и и Продолжение следует...